Наука Вырубленные в скалистой породе И до сих пор никто не может понять Для чего это, собственно говоря, предназначалось И такая находка сделана впервые Вот об этом мы поговорим С археологом, участницей этих раскопок У нас на линии, дорогие друзья Елена Рот Археолог со специализацией на Иерусалиме Аспирантка Тель-Авивского университета И член археологической группы Тель-Авивского университета И управления древностей Израиля Елена, здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте, спасибо тебе, что пригласили меня сегодня Вам спасибо И давайте Расскажите, пожалуйста, про эту находку И Я так понимаю, что это 9 век до нашей эры Это времена царей иудейских Просто вот первый храм Да, да, прямо так Сначала я хочу сказать, что Я аспирантка в Тель-Авивском университете Но сегодня я выступаю От имени управления древности Израиля и Тель-Авивского университета И наша группа археологов В главе с профессором Ювалем Гадотом И из Тель-Авивского университета И доктором Ифтахом Шалевым Из управления древности Израиля Обнаружили вот эти Серию загадочных каналов Которые, возможно, служили древним промышленным сооруждением Во время библейских царей иудей Около 2800 лет назад Каналы были обнаружены во время Раскопок на месте Бывшей парковки Гевати Это часть города Давида Где были обнаружены археологические находки Датирующиеся начиная от Железного века До Римского и Исламского периодов Город Давида сам расположен на хребте Который Простирается на юго от Храмовой горы И в котором, как считают многие ученые Хотя не все Находилось первоначальное ядро Старого города Иерусалима Эти желоба, эти каналы Вырубленные в скале Вероятно, использовались для Замочевания какого-то продукта Хотя не ясно, что именно Древние жители Иерусалима Производили там А расскажите, пожалуйста Что тогда вот в этом Девятом веке до нашей эры Что там тогда было На что это было похоже Что там располагалось Ага Вот это Если Эта находка Она подтверждает Что Иерусалим И окружение Царства Иуде Расширял из около Восьмисотого года До нашей эры Потому что Учитывая Его центральное Расположение Эти таинственные Промышленные сооружения Служила экономикой Близлижающего храма Или королевского дворца Которые находились Поблизости От места раскопок Там был дворец Вот со времен Царя Давида Я так понимаю Царь Давид Это где-то Десятый и одиннадцатый Век до нашей эры И там вот Царский дворец Находился в городе Давида Поэтому он Град Давида И называется Некоторые ученые Попытались датировать Вот эту структуру Каналов В городе Давида Десятым веком До нашей эры Предполагаемым Временем Давида И Соломона И указывают На них На эти каналы Как на Конкретные доказательства Существования Великой империи Описанной В Библии Это касается Так называемой Большой Каменной Структуры Расположенной Рядом С Образовыми Каналами И эта структура Большая Каменная Структура Была Идентифицирована Профессором Эйлад Мазар Ними покойной Как дворец Царя Давида Однако Большинство Археологов Датируют Так называемый Дворец Давида Девятым Девятым веком До нашей эры Более Построены Более Чем Через Столетия После Времени Правления Давида И Связывают Вот этот Дворец С Другими Монументальными Проектами Того Периода Которые Отмечают Расширение Города В то Время И наши Каналы Наши Найденные Каналы Они Одни Из Этих Монументальных Проектов Мы Взяли Образцы Из Скального Основания Чтобы проверить Наличие Органических Материалов Включая Пыльцу Или даже Следы Крови Если Предположить Что они Использовались Для Ритуальных Жертвоприношения Животных Но Все Лабораторные Тесты До сих пор Дали Отрицательные Результаты То есть Ничего Не было Обнаружено Ничего Елена Я прошу вас Оставаться На линии Буквально Минутку Мы должны Прерваться И посмотреть Что у нас Пробками На дорогах Происходит И потом Мы продолжим Нашу беседу Спонсор программы Швейцарские Матрасы Вертекс Меняем Старый Матрас На новый От фирмы Вертекс В магазине Дакс Вновь Агали 04655 66 57 Итак Пробок У нас Немного 65 Шоссе Восточном Направлении От Эрон До Ара Это Постоянная Перманентная Пробка У нас И Средиземноморское Шоссе В северном Направлении Перегружено От Рабин До Развязки Нытания Но и Из-за Демонстрации Перегружена Большая Пробка В районе Бнебрака На шоссе Гея От ММО Шавоты До Развязки Геват Шмуэль И на въезде В Иерусалим От Развязки Моца В сторону Гешер Мейтарим И перекресток Улицы Яффо И Сара Из-за Демонстрации Ультраортодоксов 18 часов 32 минуты Дорогие друзья Это Лучшее радио Это Цвизильбер И ваша Любимая Передачка Про науку Я напоминаю Что На связи С нашей Студией Елена Рот Археолог Со специализацией На Иерусалиме Аспирантка Тель-Авивского Университета И член Археологической Группы Совместной Управления Древности И Тель-Авивского Университета Елена Вы с нами Да Я с вами Объясните Пожалуйста Как проводится Датировка Таких находок Ведь там Ну вот Нам объясняли Археологи Что там По черепкам Проводится Датировка По керамике Или там По каким-то Другим находкам А вот здесь Когда Ну просто Камни Как примерно Или это зависит От глубины Слоя В котором Вы ее нашли Как проводится Датировка Это очень хороший Вопрос Отсутствие Органических Материалов В структуре Также означает Что ее Невозможно Датировать С помощью Радиоуглерода Однако нам Все-таки Удалось Датировать Структуру Потому что Южные каналы Это две серии Северные И южные каналы Южные каналы Были покрыты Слоем штукатурки Который Накладывался Когда Установка Выходила Из строя Так Между Слоем штукатурки И каналами Мы обнаружили Керамику Которую Обычно Датируют Около Девятого Века до нашей эры Что означает Что структура Должна была Быть построена До 800 года До нашей эры То есть Все-таки По керамике Происходила Датировка По керамике Происходила Датировка Ну да Это такой Довольно Известный Процесс Вот Я Я просматриваю Информацию Об этом В интернете Написано Что этот Период Это времена Царей Йоша И Амации Царей Иудейских Йоша И Амации Я так понимаю Что это Вот из книги Царь Скажите Это все Реальные Исторические Персонажи Те кто Упоминаются Вот Все вот эти Списка царей Весь список У нас Нет такой Информации И конечно Как археологи Мы Никогда На самом деле Не можем Говорить Про Индивидуала В истории Только про Процессы Но Девятый век До нашей эры Это Время Период Правления Короля Иоаша И во время В его время Было Процветание И Городское Развитие Иерусалима В железном Веке И Или В первом Период Первого храма Если руководствоваться Библейской Хронологией И ясно Что Иерусалим Начинает Расти Уже В период Власти Короля Иоаша И Возможно Вот эти Каналы Это часть Этого Процесса Эта структура Находится В самом Центре Города Недалеко От храма И недалеко От дворца Это какой-то Экономический Процесс Связанный С верхами Города А какие-то Аналоги В мире Никогда Ничего Такого Подобного Не видели У нас Нет Конкретных Аналогов Для Этой Структуры Есть Некоторые Что-то Похожее Что-то Похожее В Бахарине Что-то Похожее В Иране Но Ничего Нет В Израиле И поэтому То Что мы Предполагаем Что делали С этими С этими Каналами Это все Только Предположение Например Что-то Что должно Было Быть Произведено С жидкостью Например Произведение Льна Для Произведения Производства Льна То есть Это вымачивали Лен Возможно Там Да Конечно Это требует Длительного Замочевания Льна Чтобы Смягчить Его Другая Возможность Это то Что В каналах Могли Храниться Финики Оставленные На солнце Для произведения Силана Финикового Меда Вот Это вот Этот процесс Делали В похожих Установках Обнаруженных В других Странах Как Оман Иран И Бахаре Но На самом деле Кроме того Что Эти каналы Проводили Жидкости Мы На самом деле Не знаем Что Именно В них Производили Елена Последний Вопрос Можно Будет Приехать Туда И посмотреть Это Будет Открыто Для Посетителей Что Что С этим Будет Делать Парковка Гивати Она Часть Археологического Парка Города Давида И Люди Которые Спускаются До Самого До Самого Низкого До Самой Низкой Части Города Давида И потом Возвращаются Через Дренажный Канал Римского Периода Могут Выйти И посмотреть На весь Комплекс Раскопок С моста И увидеть Все Что мы Говорили О нем Сегодня И еще Многие Разные Открытия Ну что ж Большое Спасибо Елена Рот Археолог Со специализацией На Иерусалиме Аспирантка Телевевского Университета И член Археологической Группы Управления Древности Телевевского Университета Огромное Вам спасибо За участие В нашей Программе И за эту Очень интересную Беседу Спасибо И с наступающим Вас Новым Годом Шана Това Шана Това